Друзья, всем привет! Но не смог я, находясь в Новороссийске, не заехать в магазин Новороссийский Люра Мерлен и не посмотреть, какие красотки там продаются. Но, друзья, мне повезло вдвойне. Во-первых, я купил две орхидеи. Во-вторых, урвал красотки по 450 рублей. Это, конечно, просто фантастика. Стояло две таких тележки с роскошными орхидеями, конечно же, уже заканчивающими свое цветение, но и, соответственно, и ценник был опущен. Такое, друзья, не редко, точнее, такое редко бывает, такое не часто увидишь в других магазинах. А здесь вот такой вот широкий жест со стороны Новороссийского Люра Мерлен. В общем, друзья, пару орхидей я урвал. И эти две красотки сегодня у нас в обзоре на нашем канале. Сейчас посмотрим и оценим, что там у нас за красота. Вот так вот они у меня упакованы, потому что тепло на улице, жарко. Я, как всегда, сделал вот такой вот термос из бумаги и пакетиков, которые продаются. Так, ну что, с какой начнем? Ну, давайте вот с этой вот начнем. Посмотрим, что у нас там за красотка. И почему их уценили по такой цене? Что прям очень редко бывает на самом деле. Так, открываем, открываем. О, да, вот я вам ее сейчас в кадре показывал. Вот такая вот орхидеечка. Вот бирочка Люра Мерлен. Уценочка за 450 рублей. Посмотрите, какие корни. Орхидея всего-навсего, друзья, хочет пить ее. Ее, в принципе, достаточно попоить, отпоить. И она будет чувствовать себя превосходно. Но, конечно же, эта орхидея, друзья, уценена была не потому, что она хочет пить. А потому, что у нее все. Она закончила свое цветение. Это, друзья, вот такой вот африканский закат. Орхидея. Вот такая вот нежно-телесно-персиковая такая вот орхидеюшка. Посмотрите, какая она обалденная. Вот, уже заканчивает. У нее тут листики, цветочки такие все побитые. Вот, но, в принципе, по вот этим вот оставшимся двум цветочкам. Поеденные там какие-то у нас. Вот, в принципе, можно сказать, что это за орхидея. Ну, как всегда, друзья, я сейчас эту орхидею отпою. И следующим заходом обработаю ее баковой смесью, батрайдером и топазом. Одновременно. Видео у нас есть на канале. Уже подробно рассказывать об этом не буду. Хороша эта смесь в том, что не надо заливать, а достаточно просто опрыскать растение. Вот. То есть, смотрите, какие листья обалденные. Просто обалденные. Вот. Вот такая вот красотка. Так, ну что. Я ее сейчас налью водички. Вот, буквально на донышко вот сюда. Через верх, чтобы немножко верхние корешки смочились. Наливать буду воды, друзья, немного. Для первого раза. Чтобы она лишь чуть-чуть у нас отошла после засушки. Вот, буквально на палец. И подержу ее, ну, минут, наверное, там 30 она постоит. Чтобы корни сами начали работать. И тянуть влагу. Ну, собственно говоря. Я пойму, работают корни или нет. Если корни у нас зазеленеют вверх. Значит, корни в прекрасном состоянии. Рабочие тянут воду. И все с орхидеей хорошо. Если корни не будут у меня тянуть. То я тогда при обработке этих орхидей от насекомых-вредителей добавлю еще стимул. Стимул антистресс. Вот. Либо янтарную кислоту. Ну, посмотрю, что у меня в наличии имеется. Либо стимул антистресс. Либо янтарную кислоту. Это средства, которые помогают орхидеечке пережить стресс. И запустить в более такой, скажем, активную стадию свой фотосинтез. Ну, об этом я узнаю минут через 30. Когда посмотрю на корни. Зазеленятся они или нет. Так, первая орхидея готова. Давайте вторую посмотрим орхидеечку. Какую я вторую урвал. Вот. Что за вторая красотка. Так. Вот так вот она у меня упакована. Срезаем. Ой, ой, высыпается у нас тут. Ничего страшного. Опа, опа, опа. Ох, красотка. Ну, здесь с корнями у нас тоже немножечко так, ну, скажем, 50-50. Тоже уценка. Вот у нее бирка уценочная. Красная была наклейка. На кассе, когда идешь, то эту наклейку снимают. Так, хопа, все. Убрали. Так, посмотрим на корневую систему. Вот. Что у нас тут. Так, цветочки засохшие. Ну, у нее есть пару цветочков, чтобы понять, что это за орхидея. Тоже состояние, конечно, немножко поскромнее, чем у африканского заката. Состояние корней поскромнее. Но тоже все такое, смотрите, вспушенное. Нам обязательно мы их будем пересаживать. Здесь ли в этом доме на юге, либо увезу я их в Волгоград, но пересаживать обязательно буду. Вот. Состояние вот такое вот у этой орхидеи. Это, друзья, беглиб. Вот. Посмотрите, какой беглибчик. Вот такой вот. Сейчас мы посмотрим на его. Вот такой вот. Вот такой вот он. Не знаю, будет ли вам понятно. Понятен его окрас. Но вот такой вот он. Знаете, похож смесь такого, знаете, стандартной орхидеи. Не панда, а полка дотс. Есть такая орхидея полка дотс. И орхидеи Эдди Уайт. Беглиб. Вот. Как будто, знаете, скрестили две орхидеи Эдди Уайт. И полку дотс. И вот получилась вот эта вот такая вот пестрая, интересная орхидеюшка. Так, ну что. Ее то же самое. Мы сейчас поставим сюда вот в такую емкость из-под баклажки 5-литровой. Здесь я побольше сейчас пролью корешки ей. Потому что... И побольше налью, потому что снизу я их практически вообще не вижу. Вот. Она тоже постоит. Потом я воду солью. И через день, после вот этого вот полива, через денек, я обработаю, как уже сказал, от насекомых и вредителей. А сейчас у них просто полив, просто они пьют. Просто пьют. Вот. Все, друзья. Вот такое вот сегодня видео с двумя новиночками, уценочками. Ну, они шикарные, эти уценки. Вот. Просто, я не знаю, наверное, никто бы из вас мимо вот этих вот двух красоток не прошел бы по такой цене, друзья, по 450 рублей. Так что, те, кто живет недалеко от города Новороссийск, заезжайте в Леруа Мерлен. Там есть, что выбрать. И причем в очень хорошем состоянии. Все, друзья. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока. Орхидеюшки пока будут пить.